КОМБИНИРОВАННОЕ ТЕРАПИИ 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 ГОМБИНИРОВАННОЕ ТЕРАПИИ Но обратите еще раз внимание, что вторую линию терапии получают меньше половины наших больных. И это большая проблема. Именно поэтому мы теряем 375 тысяч ежегодно пациентов. Мы не успеваем проводить все эти линии терапии, которые позволяют продлить жизнь. Как мы можем улучшить… Вообще есть такая идеология, она касается не только рака предстоятельной железы, и метастатического рака почки в том числе, и рака молочной железы и так далее. Что действительно надо наиболее, как можно больше интенсифицировать и повысить эффективность именно первой линии терапии. Выжить из нее как можно больше, потому что действительно прогрессия онкологического заболевания может идти так быстро, что больные просто не успевают получить вторую и последующие линии. И вот какие перспективы у больных метастатическим кастрационно-резистентным раком могут быть для увеличения эффективности именно первой линии терапии. Это как раз вот эта комбинация. Комбинация абиротерона, ингибитора стероидогенеза, как вы знаете, на всех уровнях. Не только ганадного тестостерона, но и тестостерона надпочечников. Это самое главное тестостерона, который сами опухолевые клетки могут продуцировать. Это не только тестостерона, а любых андрогенов. И препарата Аллапариб, который является парп-ингибитором, и который мы с вами используем сегодня во второй линии терапии у больных, только у больных с мутациями генов гомологичной рекомбинации. А вот в этом случае, в случае применения комбинации, как оказалось, эти препараты обладают таким синергизмом, что можно их использовать без учета мутационного статуса HRR. Генов гомологичной рекомбинации. Дело в том, что было показано, что парп, вот этот вот белок, он участвует в андрогенозависимой транскрипции. И поэтому ингибирование этого белка с помощью парп-ингибитора Аллапариба может повышать активность абиратерона. И наоборот, абиратерон, он может вызывать дефицит гомологичной рекомбинации и повышать чувствительность, соответственно, к парп-ингибитору Аллапарибу. То есть идет выраженный синергизм, основанный на механизме действия. Ну вот чуть более подробно, сейчас я вам попытаюсь это показать на таких вот веселых картинках. Ну вот парп. Парп, помимо того, что он участвует, как вы знаете, в репарации вот этих одноцепочных повреждений ДНК, как оказалось, он может участвовать и в усилении транскрипции генов, которые зависимы от передачи андрогенного сигнала. То есть когда андроген ассоциируется с рецептором, потом этот комплекс перемещается в ядро опухолевой клетки, идет усиление транскрипции генов, и парп усиливает как раз эту экспрессию этих генов. И ингибируя парп Аллапарибом, мы таким образом усиливаем действие аберротерона. Аберротерон же не может, да, он подавляет стероидогенез, но он не может все антиандрогены подавить. Поэтому мы помогаем аберротерону, используя Аллапариб, именно в подавлении транскрипции, экспрессии генов, которые связаны с передачей андрогенного сигнала. И наоборот, как выяснилось, что вот этот комплекс андроген-андрогеновый рецептор, он повышает активность генов гомологичной рекомбинации. И таким образом, если мы используем аберротерон и уменьшаем число андрогенов, количество андрогенов, которые могут быть связаны с рецептором, и, соответственно, вызывать это, то мы увеличиваем эффективность действия парп-ингибитора Аллапариба. Но это так очень схематично. На самом деле, вот Мария Игоревна позавчера углубилась в эту проблему. И действительно, очень много экспериментальных было исследований на клеточных линиях на животных, которые действительно показали синергизм этих двух препаратов в противоопухолевом эффекте на клетках и на перевивных опухолях ракопредстательной железы. Почему комбинация Аллапариба именно с аберротероном? Почему не с энзолутамидом? Ну, энзолутамид, как вы знаете, тоже препарат, который в первой линии метастатического кастрационно-резистентного рака зарегистрирован, он менее токсичный, не менее эффективный, а может быть, даже чуть более эффективный. Ну и самое главное, менее токсичный, чем аберротерон. Но, как оказалось, здесь имеются фармакокинетические особенности. Дело в том, что метаболический клиренс Аллапариба, он связан с семейством цитохрома P450, в частности, с цитохромом 3А4, 3А5. Они как раз отвечают за метаболизм Аллапариба. И препараты, которые являются индукторами этого цитохрома, они могут снижать концентрацию Аллапариба в плазме крови. И вот, к сожалению, энзолутамид является индуктором, и поэтому применение энзолутамида будет снижать концентрацию Аллапариба и будет снижать, соответственно, эффективность вот такой комбинации. Именно поэтому выбрана была комбинация Аллапариба с абиротероном. И эта комбинация была исследована в большом рандомизированном протоколе третьей фазы, которая получила название пропель. В это исследование включали больных метастатическим кастрационно-резистентным раком предстательной железы, которые на стадии кастрационной резистентности еще не получили лечения. То есть это была первая линия терапии, повторюсь, на стадии метастатического кастрационно-резистентного рака. Допускалось включение больных, которые на стадии гормон чувствительного метастатического процесса получили уже доцитоксел и потом прогрессировали до кастрационно-резистентной фазы заболевания. Естественно, не допускалась предшествующая терапия абиротероном. Можно было также включать больных, которые получили другие новые гормональные препараты, например, аполлутамид и энзолутамид на стадии гормональной чувствительности, на стадии гормоночувствительного рака предстательной железы. Но если по каким-то причинам, не по причине прогрессии, а по другим причинам терапия, это была отменена и после отмены прошел как минимум год. Таких пациентов только после этого они прогрессировали до стадии кастрационно-резистентного процесса. Таких пациентов тоже можно было включать. 796 больных были рандомизированы в группе, где изучалась комбинация. Больные получали аллопориб и абиротерон в стандартных дозах, в тех дозах, в которых они применяются, эти препараты я имею в виду в монотерапии. То есть снижение не происходило ни дозы абиротерона, ни дозы аллопориба. В группе сравнения больные получали абиротерон в комбинации с плацебо. На этом слайде отсутствует преднизолон, но, естественно, преднизолон в обеих группах больные получали, потому что вы понимаете, что абиротерон без преднизолона не назначается. Первичной конечной точкой была выживаемость без радиологического прогрессирования по оценке исследователя. Ключевой вторичной конечной точкой была общая выживаемость. Дополнительными конечными точками было время до первой и последующей терапии или до второго прогрессирования, то есть ВБП-2, частота объективного ответа. И ретроспективно, я дальше более подробно об этом скажу, но хочу сразу обратить ваше внимание, что статус мутации генов гомологичной рекомбинации определялся ретроспективно. Больных включали независимо от статуса мутации, он не изучался при рандомизации, потом уже только изучался статус мутации генов гомологичной рекомбинации. И вот чего достигло результаты исследований. Что касается характеристики больных, достаточно типичная популяция, если мы говорим о первой линии терапии метастатического кастрационно-резистентного рака. Как вы видите, в основном все-таки больные были в хорошем статусе, 0 по шкале ЭКОК, 28% 1 балл по шкале ЭКОК, у 25% уже наблюдались симптомы, то есть болевой синдром. По локализации метастатического поражения тоже все очень типично, 87% кости, отдаленные лимфатические узлы у 33%, локорегионарные у 20%, и вы видите, что висцеральные метастазы наблюдались в легких у 10% и в печени у 4%. Около 22% больных успели получить на стадии, ну не успели, а на стадии гормоночувствительного рака им проводилась химиотерапия доцитокселом. И что касается мутаций, повторюсь, они уже после рандомизации, уже после начала лечения, и проводилось их тестирование, частота мутации оказалась такой же, какая была в исследовании Профаунд, это исследование первое с аллопорибом, вы видите, 27,8-29, то есть около 28% больных имели различные мутации генов гомологичной рекомбинации. И вот, посмотрите результаты исследования. На 8,5 месяцев комбинация абератерона с аллопорибом позволила увеличить выживаемость до радиологической прогрессии по сравнению с монотерапией абератероном. Посмотрите на медиану выживаемости без прогрессирования в группе монотерапии абератерон, ну абератерон плюс плацебо, 16,5 месяцев. Это те же самые показатели, которые мы с вами знали из исследований предыдущих, где абератерон в монотерапии использовался, то есть абсолютно те же самые. И 25 месяцев, больше двух лет, медиана без прогрессивной выживаемости при комбинации таких показателей у больных с метастатическим кастрационно-резистентным раком мы до этого не имели. 25 месяцев медиана без прогрессивной выживаемости. Это по оценке исследователей. Но производилась также оценка независимым радиологическим комитетом. И вот по оценке независимых радиологов без прогрессивной выживаемости в группе комбинированной терапии увеличивалась еще больше. Медиана составила 27,6 месяцев. И выигрыш в медиане без прогрессивной выживаемости составил 11,2 месяцев по оценке независимого радиологического комитета. Обычно наоборот бывает. А здесь, вы видите, исследователи как бы более были критичны. Выигрыш комбинация давала при подгрупповом анализе во всех подгруппах. То есть и у больных более молодого возраста и более старшего возраста, и у больных со статусом ЕКОК-0 и статусом ЕКОК-1, и у больных с различной локализацией метастазов, и у больных, которые получили доцитоксил на стадии гормон чувствительного процесса и не получили, с разным уровнем ПСА, и самое главное, и самое интересное, и у больных с наличием мутаций, и у больных с отсутствием мутаций генов гомологичной рекомбинации. Но что касается вторичных конечных точек, период наблюдения еще не такой длительный, чтобы говорить о достоверном различии в общей выживаемости, но мы с вами видим тенденцию на кривых Каплана-Майера о увеличении и общей выживаемости в группе больных, которые получали комбинацию аберротерона с аллопаривом. Данные, конечно, еще не зрелые, будем ожидать дальнейших анализов. Но выживаемость без повторного прогрессирования, вы знаете, это тоже очень важный показатель, который транслируется потом и в общую выживаемость, потому что это, что такое ВВП-2? ВВП-2 это время, это больные, которые прогрессировали, получали вторую линию терапии, и вот период от рандомизации до прогрессирования уже на второй линии терапии, это и есть ВВП-2. И вы видите, что по этому показателю комбинация лопариба с аберротероном существенно выигрывала статистически достоверно у монотерапии аберротероном. Что касается частоты объективного ответа, то мы с вами видим тоже увеличение, статистически достоверное увеличение частоты объективного ответа у больных, которые получали комбинацию лопариба с аберротероном. Частота объективного ответа составила 59%, и даже у 4,3% больных удавалось достичь полной регрессии метастатических очагов. Еще у 25,5% наблюдалась стабилизация заболевания. Прогрессирование болезни как первичный ответ на лечение вот этой комбинации лопариба с аберротероном наблюдался всего лишь у 13,7% пациентов, включенных в данное исследование. И, как вы видите, частота объективных ответов была существенно меньше, а прогрессия заболевания, наоборот, чаще в той группе пациентов, которые получали монотерапию аберротероном. Комбинация не ухудшала качество жизни пациентов. Вот здесь вы видите результаты анкетирования, и здесь приведены изменения, скорректированы средних значений оценки качества жизни больных по стандартизированной анкете. Вы знаете, разработаны для больных раком предстательной железы, и вы видите, что на протяжении всего периода наблюдения качество жизни больных не было хуже при проведении комбинированной терапии. Но, конечно, когда мы говорим о комбинациях, всегда сдерживающим фактором может являться токсичность этих комбинаций, потому что здесь может развиваться кумулятивная токсичность обоих препаратов, которые в этих комбинированных схемах применяется. И здесь представлены данные по оценке частоты нежелательных явлений в группе комбинированной терапии, в группе монотерапии аберротерона. Мы с вами видим, что частота нежелательных явлений всех степеней приблизительно одинакова. Частота нежелательных явлений третьей и четвертой степени несколько выше была, безусловно, в группе комбинированной терапии. Но, обратите внимание, вот первый анализ 47%, второй анализ 52%, это при более длительном периоде применения, существенно токсичность в тяжелой степени не нарастала. И различия, как вы видите, составляют около 12%. В частоте нежелательных явлений третьей и четвертой степени, я имею в виду в группе пациентов, которые получали комбинированную терапию аберротероном и аллопорибом, и в том рукаве больных, которые получали монотерапию аберротероном. Летальных исходов было очень немного, которые так или иначе можно было связать с нежелательным явлением. Но вы понимаете, что это нежелательное явление тоже могло быть связано не с применением лекарственных препаратов, а с прогрессированием заболевания. И приостановка применения аллопориба аллопориба или плацебо, соответственно, требовалось, как вы видите, у 47,7% больных, временная приостановка. Снижение дозы аллопориба или плацебо, ну аллопориба в данном случае, требовалось у 21% пациентов, а полное прекращение применения аллопориба было необходимо осуществлять только у 15,8% больных. У 10% пациентов требовалось, ну и 10% в группе комбинации, и у 9% в группе монотерапии, требовалось прекращение применения абиротерона. Что, на мой взгляд, в плане токсичности очень важно, это отсутствие различий в частоте нежелательных явлений тяжелой степени, связанных с сердечно-сосудистой патологией и тромбоэмболических осложнений. Почему я обращаю на это внимание? Дело в том, что раньше эта комбинация аллопориба с абиротероном изучалась в исследовании второй фазы, где эту комбинацию применяли уже после доцитоксела у больных с метастатическим кастрационно-реастентным раком и предстоятельной железы. И вот в том исследовании было намного больше сердечно-сосудистых осложнений в группе терапии комбинации, аллопориба с абиротероном. Здесь, как мы с вами видим, частота нежелательных явлений в сердечной недостаточности одинакова. А что касается тромбоэмболических осложнений, то в исследовании Профаунд, где аллопориб использовался в монотерапии у больных с мутациями HRR, намного чаще регистрировались тромбоэмболии легочной артерии. Правда, там ни одного не было фатальной тромбоэмболии, и многие были бессимптомными, то есть мелких ветвей тромбоэмболии, которые регистрировались радиологически. Но, тем не менее, здесь мы не видим различий в частоте тромбоэмболических осложнений в группе комбинации абиротерона с аллопорибом и в группе монотерапии абиротероном. Что касается профиля токсичности, профиля нежелательных явлений, то, в принципе, он был предсказуемым. Конечно, в первую очередь это анемия. Анемия – это класс-специфическое нежелательное явление парп-ингибиторов, в частности аллопориба. И вы видите, у 48% была анемия, у 15% и у 8% – это анемия третьей-четвертой степени. Но вы понимаете, что анемия, в отличие от многих других, в том числе и других гематологических осложнений и негематологической токсичности, это то нежелательное явление, которое, в принципе, достаточно, ну, по крайней мере, лучше, чем некоторые другие проявления токсичности, купируется и препаратами, например, эритропоэтинового ряда, и иногда это могут быть даже переливания эритроцитарной массы. И не надо пугаться. Иногда, например, говори, ой, больного анемия, мы не будем ему назначать. Вы попробуйте скорректировать эту анемию до начала лечения, а потом, когда начнете, эта анемия может и за счет эффективности комбинации купироваться, потому что иногда анемия у наших пациентов, как вы знаете, развивается вследствие метастатического поражения костей и угнетения костного мозга. И когда идет противоопухолевый эффект, то восстанавливается и функция костного мозга. Другими классно-специфическими нежелательными явлениями аллопориба, которые также наблюдались у пациентов, включенных в это исследование, как вы видите, это тошнота и астонизация, утомляемость. Но утомляемость, например, астонизация тяжелой степени была всего лишь у 2,3% пациентов. Не намного чаще, чем в группе больных, которые получали монотерапию абиротероном, вы видите, 1,5%. Тошнота и того реже 0,3%, артериальная гипертензия одинакова, другие желудочно-кишечные побочные эффекты практически тоже одинаковы. То есть мы с вами не видим существенных различий в токсичности, за исключением анемии, между этими двумя группами. Интересный также анализ был проведен, поскольку это исследование продолжалось и в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, хотя, наверное, новой уже не надо называть, но инфекции COVID-19, пандемии COVID-19. Вы видите, что больные не были вакцинированы, которые были включены в это исследование. И вот интересное наблюдение, что чаще больные в группе комбинированной терапии заболевали COVID-19, и чаще у них наблюдалось более тяжелое течение этой коронавирусной инфекции. Как это объяснить, пока очень сложно, но, тем не менее, как бы нам существенного какого-то влияния на результат исследования коронавирусной пандемии не оказало. Ну и вот, наверное, самое интересное. Я уже сказал, что у больных перед рандомизацией статус генов гомологичной рекомбинации не исследовался. Исследовали потом уже статус, и это не влияло на сбалансированность из-за большого количества больных, на сбалансированность, я имею в виду, распределение пациентов по наличию или отсутствию мутаций в каждом из двух рукавов. В рукаве, который получали комбинированную терапию, в рукаве, который получали монотерапию абиротероном. Что касается частоты выявления мутаций, я уже сказал, 28% она была такая же практически, как и в исследовании Профаунд. Справа это исследование Профаунд, а слева исследование Пропель. И по частоте выявления мутации отдельных генов тоже очень похожие результаты. Чаще всего вы выявляли, естественно, мутацию Берсей-2, дальше ATM, Чек-2, CDK-12, извините, Чек-2 и Берсей-1. Но остальные мутации были реже. То есть те же самые абсолютно частоты, мутации отдельных генов и в целом популяции. И вот еще раз вам показываю. С одной стороны парадоксально, с другой стороны я вам вначале пытался показать вот этот патогенез, этого синергизма, ну вернее не патогенез, а биологические основы синергизма этих препаратов, абиротерона и аллопариба. И мы с вами видим, что работает эта комбинация вне зависимости от статуса мутации генов гомологичной рекомбинации. И при наличии мутации, конечно, еще более эффективно, но и при отсутствии мутации вы видите достоверное улучшение выживаемости без прогрессирования по сравнению с монотерапией абиротероном. Значит ли это, что мы не должны исследовать мутационный статус? Нет, как раз я вас призываю к тому, чтобы мы исследовали, тестировали больных на наличии мутации генов гомологичной рекомбинации, но на более ранних стадиях. Мы об этом уже говорили. По возможности надо тестировать больных уже на стадии локализованного процесса с высоким риском прогрессии или местно распространенного процесса. А уже у больных с метастатическим гормоночувствительным раком обязательно надо исследовать мутации. Почему? Потому что если, например, вы на стадии метастатического гормоночувствительного рака предстательной железы назначите комбинацию сразу АПФРОНТ, АДТ, с новыми гормональными препаратами энзолутамидом и аполутамидом, то уже при прогрессировании заболевания, при развитии кастрационно-резистентной стадии метастатического рака предстательной железы вы уже не назначите абиротерон с аллопорибом. Но вы можете назначить аллопориб, если у больных имеются мутации геново-гомологичной рекомбинации в монотерапии. Поэтому мутации тестировать надо. А вот больные, которые не получили на стадии гормоночувствительного рака новые гормональные препараты, а, например, получили комбинацию АДТ с зоцитокселом, они могут получить аллопориб в комбинации с абиротероном и при наличии мутации, и при отсутствии мутации геново-гомологичной рекомбинации. Таким образом, уважаемые коллеги, вот по результатам этого исследования пропель мы с вами получили еще одну возможность лечения больных метастатическим кастрационно-резистентным раком предстательной железы. Причем возможность, как вы видите, очень впечатляющая, которая позволяет в среднем достигать беспрогрессивного периода выживаемости без радиологической прогрессии два года. И вот эта комбинация аллопориба с абиротероном работает вследствие синергизма этих двух препаратов у больных как с наличием, так и с отсутствием мутаций геново-гомологичной рекомбинации. Но все равно определение мутационного статуса это, я считаю, очень важная вещь. Надо стремиться к тому, чтобы определять, повторюсь, у большинства наших пациентов этот статус. И в случаях, если мы не можем назначить комбинацию абиротерона с аллопорибом, больные уже получали до этого новые гормональные препараты, мы можем у больных с наличием этих мутаций генов HRR назначить монотерапию аллопорибом. То есть вы видите, насколько увеличивается, в ближайшее время увеличатся возможности, опять же, для терапии больных с такой тяжелой патологией, как метастатический кастрационно-резистентный рак. Спасибо. Спасибо.